Территория на самом деле ухоженная, большая. Раньше здесь было болотистое место. Вот на месте, где мы стоим, было болото, грязь. На месте пруда оставшиеся остатки от болота, которого мы с совместными усилиями с соседями почистили. Сейчас на этой частной земле в Артеме аккуратно выложены тропинки, созданный искусственный водопад, в пруду плавает рыба, а на поверхности водоема черные и белые лебеди. Рядом, но уже в вольерах гуляют экзотические птицы. Юрий Бокзе создал место, где может отдыхать не только он, но и его соседи, с которыми он в прекрасных отношениях уже много лет. Если вы заметили, между соседями у нас нет глухих заборов, везде стоит сетка для того, чтобы наслаждаться красотой, природой. Но теперь эта красота под угрозой, а 15 лет усилий могут быть потрачены напрасно. Недобросовестный сосед нарушил прежний уклад. Вот на участке соседа, который последнее время сворачивает кровинушку, было два родника. Молодой человек выкупил участок, не бедный, очень богатый, творит беспредел, перекопал, уничтожил родники. Однако жители микрорайона Лесной пугают не столько строительная техника и масштабные работы на участке соседа, сколько неожиданное захоронение вредных отходов, которые грозят самой настоящей экологической катастрофой. На своем участке возмучитель спокойствия вырыл котлован и запомнил его использованными покрышками. Их количество исчисляется тысячами. Сегодня 6 ноября. Все продолжается в том же духе. Закапывание. 12 ноября, 21.30. 12 ноября, 21.30. Автомобильные шины – это отходы четвертого класса опасности. Они выделяют токсины, воздух и почву. Ниже находятся участки, на которых установлены скважины. Люди пьют эту воду, так как централизованного водопровода на территории нет. По словам Юрия Бокза, соответствующие органы взяли для проверки пробы воды. В результате уровень токсичных веществ уже превышает норму в 7 раз. Даже мы воду используем для засоления, для питья. Сейчас что-то изменилось в воде. Она каким-то запахом стала. Пить ее без кипячения невозможно уже. С результатами анализов качества воды жители микрорайона Лесной обратились в суд. Дважды были проведены заседания, но ни на одной из них ответчик не явился. Этот участок оказался у Кривоноса Максима. Молодой, дикорастущий. Говорит, что работает у губернатора. Плюет на все организации. Ни милиция, ни прокуратура. Пока меры не принимают. Пытаясь с ним общаться, он начал угрожать, пугать. Ты не знаешь, что я. Да, да, я. То, все. Ну, вплоть до... Все предельно грустно. Тем временем урегулированием конфликта занялись власти Артемовского городского округа. Согласно действующему законодательству, они намерены принять меры в отношении нарушителя, который загрязняет окружающую среду. Мы выехали на место 11 ноября. Провели обследование, что в границах земельного участка на территории проводится планировка территории и закапываются шины. Ну, по этим результатам составлен был акт, сформированный в фототаблице и направленное в соответствующие полномоченные органы. Это Роспроднадзор по факту захоронения и сброса отходов производства и потребления в части привлечения по статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях и принятие мер также к собственнику участка для приведения земельного участка в нормативное состояние. Несмотря на угрозы со стороны соседа, местные жители не намерены опускать руки. Чтобы сохранить свой райский уголок, они готовы добиваться справедливости законными методами, вплоть до конфискации земельного участка у нарушителя. Алина Черненко, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.